всем привет друзья мои никак не могу налюбоваться на свою кухню каждое утро захожу с таким огромным удовольствием и до сих пор не могу поверить своему счастью у нас сегодня на улице пасмурная погода но я опять же включилась по поводу того что я читаю ваши комментарии вы мне пишите но вот мне некоторые говорят что типа не обращайте внимание и так далее но если комментарии не негативный он носит какую-то смысловую основу скажем так но почему бы на него не ответить значит комментарий написала не знаю девушка женщина о том что у них тоже узкая длинная кухня и они поставили гарнитур слева и справа и поставили такой же большой стол около окна и помещается восемь человек но вы знаете я вообще не понимаю как можно вот мой гарнитур поставить слева и справа это раз во вторых у меня не восемь человек семья я всего лишь одна вот посмотрите для меня для одно место более чем достаточно но придет ко мне кушко сядем мы за этот стол даже вдвоем да нам за глаза хватит это место мне на допустим опять же пишут комментарии о том что ставьте этот стол и никуда его не девать и я его никуда девать не собиралась вы что мне этот стол нравится потом мне писали чтобы я покрасила ножки вот эти черные до белой краской товарищи краски не буду честно это конечно всем огромное спасибо за все ваши советы но красить не буду почему потому что они черные так и будут а сверху я свяжу белую скатерть у меня все будет гармонировать еще я планирую не знаю получится или нет у меня конечно огромное желание декорировать вот эту стену но декорировать я хотела картинами я уже давным-давно еще хочу начать вышивать у меня все есть для того чтобы начать вышивать и мулины и пяльца и нитки и картины и все 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 но вот как-то наверное я все никак не не сподоблюсь это сделать а сюда вот прям просится такие вот на мой взгляд три картины и причем вот не знаю в моем понимании как вы думаете вот прям хочется вначале картину побольше потом поменьше и прям совсем там маленькую да вот как бы сделать на удаление да мне кажется даже так будет удлиняться еще дальше не моя длинная кухня но тем не менее хотя вариантов можно разных рассмотреть это раз во вторых еще что я хочу здесь как бы дополнить ну во первых я вот чайник туда поставила да потому что здесь на столе стоит чайники вот эту кнопку не засунешь кстати спасибо вам огромное то что вы оценили эту кнопку да мне тоже она очень нравится то есть скорее всего что я ее буду использовать в тех случаях когда надо что-то приготовить и убрать и все это чтобы кнопочка была закрыта чтобы она не стояла вот вертикально вот вертикальном положение вот так мне не нравится а там вот чайник будет стоять и ничего страшного я подставку под него подставлю так вот и я еще не договорила до конца перескакивает очень много мыслей в голове мы вы мне уж простите мне сказали не убирайте стол потому что вы много печете не знаю почему решили так что я много печу пику я пику но не так уж много вот за последние два с половиной месяца вообще ни разу не пекла а сейчас даже вообще нет у меня желание печь почему потому что я всегда могу сходить в магнит купить выпечку там всегда на у них свежая и пироги с яблоками и пирожки и с груша из какой только выпечки нет купить один-два пирожка заточить червячка который меня это попросил и все зачем я буду напрягаться не хочу конечно домашняя выпечка она гораздо лучше но я ее пекла по той причине что я же из дома не выходила так часто скажем так и иной раз и хлебушка не было у меня по этой же причине и так далее и я вот замораживала пирожки потом их вытягивала потом ну разжаривала и кушала что-то хлебное это вот только по этой причине а может быть когда-то у меня возникнет желание что-то самой спечь но сейчас у меня этого не происходит еще раз повторю стол останется здесь и будет стоять пока здесь в ближайшее время никаких передвижений не будет это сто процентов я во-первых и очень сильно устала хочу от всего этого отдохнуть во во-вторых пока еще у меня не созрели мысли потому куда можно было бы его определить очень вкусные апельсины прям сладючие такое желание у меня посещает вот понимаете чувство запасливости сходить еще купить таких апельсин потом думаю нет и рачка успокойся потому что сейчас я куплю они у меня начнут пропадать и смысл потом может быть еще что-то при привезут вот по поводу комода во первых вот я сегодня не захотела складывать диван до его просто заправила потому что планирую еще сегодня поваляться у меня такой сегодня настроение за связи с тем что на улице там у нас пасмурно как я сказала и погода прыгает и так далее и вы мне предлагаете поменять местами комод на ту стенку а сюда поставить диван и вот представьте кто-то пришел ко мне в гости да и вот эта картина в самом начале здесь разложенный диван и вообще даже если он сложенном виде вы посмотрите какие спинки у него большие диван этот я не хочу менять он у меня суперский я очень довольна и уже почти два года ему я просто на него не нарадуюсь мне тоже даже нет слов какой он хороший и вообще вы знаете видимо по фэн-шую он стоит правильно потому что я ложусь вечером и сплю сейчас до утра может из-за того что тишина может быть я не знаю я просыпаюсь в восьмом часу около восьми часов вы представляете но я конечно ложусь с 10 до 11 в этот промежуток как обычная для себя установку сделала и во сколько я засыпаю я на часы не смотрю иногда бывает что сразу засыпаю иногда немножко полежу телевизор посмотрю но факт том что я здесь плю гораздо лучше чем я там спала вот и естественно мне хочется чтобы мой диван в любом и в разложенном и в сложенном виде он мог бы вот так вот ну просто не не мешать второе вы мне предлагаете поставить комод на эту стенку во-первых он не войдет потому что вот это стена она два там 20 по моему а кому-то у меня два с половиной он никак не пишет не вписывается это одно а второе комод меня устраивает как нельзя лучше что он стоит здесь меня не устраивает стол мне придется куда-то определять стол я только по этой причине говорила что вот бы я сделала короче комод и так далее и так далее я возможно я сейчас все это обдумываю может быть я куплю меньше вообще есть же компьютерные столики такие прям совсем миниатюрные чтобы только можно было клавиатуру поставить монитор и этот до монитор а все остальное там внизу здесь то тоже у меня можно системный блок поставить вниз но по-любому все равно вот эта столешница она больше чем надо ничего пилить я не буду переделывать не буду этот столик он хороший если я найду ему замену я его вынесу на балкон он там тоже займет свое достойное место никуда этот стол девать не буду он у меня очень хороший вообще то что у меня на сегодняшний день имеется я никуда ничего девать не собираюсь вот поэтому друзья мои в общем те все ваши варианты которые вы предлагаете пока мне не подходит еще мне предложили вместо кресла поставить стол тот который из кухни для чего опять же я не пойму тот стол он стоит он там будет пока стоять и я думаю что он вообще приживется на кухне я не собиралась его вот прям брать и сию минуту убирать это так вот я сказала возможно там что-то и все у меня поменяется но это когда будет я пока еще не могу ничего сказать так что дорогие друзья конечно предлагайте еще другие варианты а я буду оппонировать вам то есть что-то в противовес буду либо соглашаться либо не соглашаться потому что все то что вы мне уже предлагали я уже двигала и диван на ту сторону вот кто стенки нет не получается как вы мне говорите да это комната она гораздо меньше ну как гораздо меньше на 3 с копейками квадрата меньше чем там там у меня 19 квадрата здесь 15 и 6 на 3 4 квадрата меньше но зато здесь какая шикарная кухня прихожка поэтому где-то чем-то как говорится пожертвовали до скорее всего вот если туалет убрать и да у меня же там совмещенный туалет с ванной да конечно бы чуть-чуть от 2 сдвинулась но перепланировки никакие делать я не буду уже все будет так как есть вот это полка почему вы так не любите мою полку я не знаю почему она у вас прям вызывает какие-то какое-то отторжение мне она очень нравится эта полка и я вам скажу для каких целей она у меня даже и в той квартире стояла не прикрученная она и по виде не прикрученная потому что я совсем другие планы на нее имела и там и тут вообще эту полку я хочу под пряжу раскрою вам карты под пряжу вот как у многих стоит там в углу и пряжа на них как этажер когда используется вот я для этих целей хочу ее использовать но не знаю буду использовать ее можно использовать как угловой во многих вариантах можно прихожку вот пока у меня прихожки не будет можно ее поставить прихожку и она будет украшать мой угол и места много не будет занимать и ключи можно будет положить там на полочку и этот допустим телефон если там нужно раздел разуться или еще что-то до вариантов куча всяких да но почему-то у вас вот даже сейчас она стоит она никого не трогает она мне лично вообще никак не раздражает и не мешает зато у меня там вот на ней стоят те мои помощники назову я это тогда там то крема то сумка то губная помада вот я туда все такое по мелочам положила она вроде бы как и при месте и в то же время мне не мешает поэтому мне лично полочка это даже очень нравится конечно ее бы на эту сторону развернуть чтобы она там как бы ну немножко она не на своем месте возможно я ее поставлю вот когда стол уберу вот этот да я ее поставлю может быть с этой стороны сбоку ну в общем пока еще не знаю не могу ничего сказать но зато смотрите если я поставлю там красивую пряжу да вот допустим ту которую мне лариса прислала дай какие яркие цвета и все так красиво поставить как у алены абель да вообще прямо предвкушение ну видно будет не могу пока ничего вот на сегодняшний день будет то что есть на сегодняшний день еще хотела что сказать я почему-то некоторых людей тоже опять же не могу понять почему вы думаете что я оправдываясь я веду диалог вот я сегодня я допустим рассказываю о том что вот это сюда вот это сюда и пятое десятое конечно у каждого своя голова на плечах и кто-то может быть действительно думает что я оправдаюсь но я не не перед кем поверьте оправдываться не собираюсь я просто веду диалог я просто рассказываю что нет нельзя здесь вот это знаете у меня вот как бы такое впечатление что сидит передо мной кумушка и она мне вот предложила ира если вот сюда я ей говорю нет лариса вот сюда нельзя вот по той-то причине разве я перед ней оправдываясь точно так же и здесь почему вы пишете что вы постоянно оправдываясь да почему я оправдываясь я не знаю если я слово говорю значит я уже начала оправдываться а вы немножко тоже вы говорите что поменяйте отношения там и то и все вы тоже немножко поменяйте отношения честно смысл мне оправдываться я уже взрослый человек у меня свои мысли устоявшиеся да и и оправдываться конечно я не перед кем не собираюсь но допустим свое мнение я высказываю правильно вот это лучшее определение к тому что о чем сейчас идет разговор очень вкусные апельсины сладкие просто вообще я уже второй сегодня ем ну что опять весна и похоже это весна теперь у нас и на самом деле будет надолго но если верить тому что говорит алиса алиса не всегда правду говорит но тем не менее все тает журчат ручьи скворцы не 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 свистят да но тем не менее вот у меня это балкон общественный это вот лестница видите прошлый раз мне писали что у меня хороший вид балкона это не с моего балкона вид я надеюсь что из моего будет очень красивый когда я разберусь но я вот решила думаю ну-ка я выйду ли она потому что мне через мои окна плохо видно вот красота короче а вообще завтра и сегодня вроде бы 0 плюс 1 а завтра уже 4 потом 6 потом туда-сюда но уже вроде как минуса не будет мы будем надеяться красиво красиво со всех сторон мне очень нравится этот дом и я уже неоднократно говорила и то что можно вот тут лицезреть и то что все близко я уже наверное вам всем надоело этим но я просто дорадоваться не могу поверьте мне это все по этой причине одна моя подписчица написала в комментариях что посмотрите сериал спасти босса называется я уже смотрю 7 серии товарищи какой замечательный сериал спасибо вам большое что вы посоветовали но и почему я озвучиваю это потому что у меня не один человек просил комментариях чтобы я рассказывала о том какие сериалы я смотрю потому что вкусы у нас совпадают и в общем люди смотрят и нравится ну не не всем нравится например хотела быстро сказать сериал исторический про который я говорила кто то сказал что на одном дыхании тоже посмотрел как я его посмотрела а кто то сказал что такая дрянь ну что сказать опять же повторяю вкусы у нас у всех разные ну что дорогие друзья вот еще один день подошел концу время летит вообще вроде только утро началось уже все вечер и как всегда в конце видео я хочу всем сказать спасибо что вы провели со мной день что вы со мной подискутировали что вы с чем-то согласны с чем-то не согласны идеи какие-то мне предлагаете мне нравится такое общение которое проходит у нас с вами и очень нравится то что у нас идет вот такой здоровый диалог скажем так и я как всегда в конце видео желаю всем добра хорошего настроения легких петелек и самое главное здоровья завтра будут выходные набирайте сил все те кто работал да с понедельника уже начнется весна начнется прибавление дня а там и солнышко побольше появится побольше будет витамина d появится побольше сил настроение и так далее в общем дорогие друзья до новых встреч до новых видео с вами была ирина с вами была ирина